Еще один очень распространенный исторический миф об возникновении окинавского карате – это легенда о том, что карате возникло как следствие охоты за мечами. Якобы один из окинавских королей так боялся покушения, что приказал отобрать все холодное оружие, включая бытовые ножи, у всего без исключения населения окинавы. Бедные окинавцы, лишившись вот таких вот естественных способов защиты, вынуждены были придумать способ, как драться руками и ногами. Это легенда. Но она имеет под собой реальные исторические факты. Действительно, был такой король, звали его Сёсин. Это был король-реформатор. Во время его правления окинава переживала самый большой культурный и экономический рассвет. В том числе он провел реформу армии. Так, при его правлении была создана армия, которая собиралась по призыву. Мобилизационная армия. Для того, чтобы ее вооружить, был создан арсенал. А для того, чтобы этот арсенал появился, король приказал всем, без исключения гражданам окинавы, сдать в него некое количество единиц оружия. Конечно же, у бедных окинавцев никто не отбирал последние. Но таким образом была создана мобильная, хорошо вооруженная армия, которая могла защищать границы окинавы, например, от японских пиратов. Субтитры создавал DimaTorzok